приветствую на канале виски тайм прямое включение из короткого отпуска тут у меня будет мое как всегда личное субъективное мнение о двух виски которые мне повезло можно сказать купить это highland park spirits of the bear и бенриах смоки кота каск небольшая так сказать предыстория в аэропорту пулкова в duty free относительно небольшой выбора виски изначально я конечно надеялся там купить какой-то арбит который еще не пробовал но ничего такого на тот момент я не нашел но были два релиза вот эти вот оба дымные оба торфяны и них я и остановился конечно же сразу вы заметили что эта бутылка пуста сейчас попытаюсь объяснить почему я так с ней поступил налью остатки как говорится с похватился поздно уже когда он был на исходе буквально тут 5 капель буквально 5 капель почему так вышло оба литровые до по духу времени достаточно много прошло и этот виски highland park дух медведя решил я пустить в расход по той причине что он не в принципе не понравился сколько я к нему не подходил сколько там не держал его там подышать короче один другой вечер и просто на компанию разлили простите уж как пиво вот подкова он там пошел уже все и для того чтобы хоть немножко там высказаться еле успел с похватился чуть-чуть оставить так бенриах ладно бенриахи позже виски дух медведя сейчас я значит сначала расскажу о своих впечатлениях а потом о том как он выглядит и далее пожалуй единственный для меня плюс этого духа медведя что в аромате присутствует торфяной такой дымок поначалу дальше это как-то раскрывается и уходит в сторону жены резины что еще в аромате сырость может быть легкий какой-то эхом доносящийся намек на орех и какая-то горчинка похожая может быть на цитрусовую кожуру все island park подошел к концу слава богу очень молодые спирт и колки такое честно говоря сразу что мне не понравилось вот привкус какого-то дешевого виски вот кстати о цене сколько он там стоит сейчас посмотрим бенриа кота каск питет 59 евро highland park spirit о забир 55 евро разница между ними небольшая в цене но конечно странно это travel эксклюзив то есть только в магазинах беспощной торговли один литр 40 градусов тут кстати вот серия они немножко позже жженая резина во вкусе молодые спирты колкость какой-то на вкус дешевки не знаю может быть потому что travel эксклюзив выкинули там какой-то не знаю он кстати тут серия значит исследуйте наши вкусы как вот тут пишут взгляните вот они 4 спирита забир находится в самом начале кстати да я честно говоря купился на офигительное я бы сказал оформление хороший такой картон буквы гравировочки эти потрясно выглядит конечно это все такое насыщенный зеленый цвет сделано с гордостью с аркнейских островов ну как всегда там история легенда все на свете виски без указания возраст так вот в линейке он находится на первом месте видимо самый такой начальный дух медведя дымный и округлый вот еще раз светло-зеленым подсвечено далее идет у нас сладкий и насыщенный это преданность волка 14-летний затем крылья орла 16-летний spicy пряный и элегантный и гордость викинга travel edition 18-летней выдержки насыщенный и сбалансированный он же разливается при крепости 46 градусов и остальные так понимаю включая и этот вариант 40 градусов насыщенный аромат дыма из уникального триллой спид это получается у нас триллой стреллой спид не растительного торфа что ли может быть имеется какой-то торф который не из ладно я найду точнее что это будет если что укажу в комментариях если найду в общем какой-то особенный тут торф присутствует для придания дыма этому виски в общем тут совсем не тут дымок который я бы хотел ощутить не тот какой-то благородный торф которому я привык дали то дымность какая-то с копченостью может быть это какой-то нюанс которого я еще так сказать не распознал но повторяю мое субъективное мнение на вкус дешево довольно дешево для такого не знаем я диссонанс просто со своим с оформлением это что я почувствовал торф и дым в носу тоже как бы больше такой что-то жженая может быть это вот нюанс то что он не древесные все правильно понял 3 less speed вот этот вот может быть просто это какой-то там четырехлетний виски который молодой которые до красиво оформили разлили лишь бы продать но просто честно говоря как-то я не ожидал это от highland park который и десятка и двенашка мне понравились очень что-то еще указано интересно а ну вот вкусовые характеристики корень имбиря орех сладкая ваниль что-то я тут ванили вообще не почувствовал вот была сырость была какая-то горечь был какой-то при вкус и все и и спирты за оформление в общем я оставлю 8 из 10 в нашу очень понравилось да и вот на самой бутылки посмотрите ну это прям хорошо сделано это классно прямо в руках держать такая широкая широкая пробка гордость аркнейских островов что там еще она у них написано она тут история это так так за оформление 8 из 10 аромат для односолодого виски дымно-торфяного 4 из 10 поставлю вкус честно говоря троечка вот хочу просто поставить руку не понравилось 3 из 10 после вкусе короткая ну уж точно знаете не такое элегантная там или какое-то особенное которое приятно согревать нет она короткая но такое остренькая может быть чуть-чуть перчика типа ну и вот это какая-то горчинка и неприятных здесь живезный привкус на этом моменте буквально на секунду прервусь и 1 рубокал переходим к бенри ах так еще один дымник travel эксклюзив только для duty free как я понимаю так цену 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 59 59 евро литр сорок шесть уже здесь градусов виски выдержан в бочках небольшого объема кота каска из-под хереса и под бурбона в бочках из-под американского дуба виски также как и highland park по всей видимости не подкрашенный не нашел я что-то об этом тут информации может ошибаюсь если что отмечу опять же в аннотации к видео не так вот этот виски как вы видите мне понравился больше я из него похоже сделают levante и растяну его на подольше уже для себя так сказать любимого вот тут уже мне аромат гораздо больше нравится он сладковатый в нем вот он постоял подышал проявилась некая копченость хотя тоже поначалу было рисковатый такой дымок сейчас он более такой плотный более такой жирненький скажем так насыщенный насыщенный хороший дымный аромат в противовес highland park упростите там было указано что это такой очень торфяной резкий вот этот торфяной и резкий вот здесь этот напор эта интенсивность чувствуется гораздо более интересные гораздо более радуются вкусовые рецепторы во всяком случае для меня здесь нету этого прям уж таки дешевого привкуса понятно что он не так много выдержан что это молодой виски молодые здесь спирты но дымность и ароматность она к это более богатого диапазона и вкус почему я его и приберег вкус более такой насыщенный более плотный конечно этот спектр не такой широкий опять же потому что виски молодой но он приятный тут и некоторая такая сладость дыма древесного и торфяной какой-то нюанс и немного из вкуса переходит из аромата приходит во вкус вот это небольшие нотки копчености хотя то есть спирты выбивается да какая-то кислинка вот это есть небольшая но далее и тепло и послевкусие она как бы немного но развивается в отличие от highland pack а еще разок за вас на дорогие друзья она хороший здесь на этикетке у нас опять же что нравится указано что дают нам те бочки в которых он выдерживался и затем смешивался там было указано что спирты здесь смешаны как торфяны так и не торфяны и вот за это все отвечает выдержка тех самых бочках а бочки в которых вы выдерживался бурбон первого наполнения и второго наполнения кого-то каск бочки четвертичные вот значит здесь аромат древесный дым груша свежий солод и так понимаю в то что должно ощущаться во рту как это называется копченый нектарин перец ванильный крем и ореховый дуб ну или орех так что то еще мастер купажа рэйчел берри двойная выдержка в бочках из-под бурбона и кота козг бочках для придания глубины и насыщенности ну и дальше богатый вкус в котором вы можете почувствовать древесный дым фрукты и насыщенность дуба да скорее это все есть фрукты я не особо здесь уловил но дерево дымок торф может немножко этой ванилины здесь больше для него подходит как ни странно то что написано здесь на дымный и округлый да вот этот более дымный и более округлый по своей сути наверняка также и влияет что он чуть более крепче 46 градусов в отличие от 40 здесь ну что можно подводить итоги в этом противостоянии я отдаю предпочтение бенриах конечно да если сравнить он более скромно так и сдержанно оформлен в отличие от хайланд парк который прямо сам кайфует от своей гордости и всех этих гравюр гордость медведя на бенриах берет качеством аромат 6 из 10 вкус 7 из 10 послевкусие мягкая когда развеются эти молодые нюансы такое теплое даже немножко ореховая там чуть-чуть дым орех торф вот так и согревает более хоть и короткая но более продолжительная чем у хайланд парк послевкусие так что если вам интересно мое мнение то есть он станет у вас такой вопрос что же выборы да тот дымник лет дым в этом duty free или вообще что предпочесть к пробе я вам рекомендую бенриах разница небольшая на вид если не присматриваться если не покупаться на внешнюю оболочку то отдайте свой выбор бенриах мне кажется вам он как и мне понравится и зайдет и больше и лучше подписывайтесь на канал ставьте лайки если вам понравилось весь китай пока а Продолжение следует...